Традиции компании Marshall называть свою продукцию в честь районов и улиц Лондона остаются неизменными. Три новые портативные колонки – Tafton, Stockwell 2 и Kilburn 2. Первая – это совершенно новая серия, а две крайние – это продолжение уже существующих линеек. Друг от друга колонки отличаются ценой, размерами, мощностью и громкостью. Каждая из колонок заслуживает отдельного обзора. Я постараюсь в одном обзоре рассказать про каждую из них и ничего не упустить. Marshall Tafton – самая крупная из перечисленных, следовательно, самая громкая. За беспроводное подключение отвечает Bluetooth-модуль пятой версии. Беспроводное соединение работает заметно надежнее предыдущих поколений колонок. Представляет из себя трехполосную акустическую систему. Применены средневысокочастотные и низкочастотные динамики, а также сабвуфер. Среднечастотник на обратной стороне колонки создает эффект музыки на 360 градусов. На самом деле колонка выдает объемный звук, независимо где ее слушать – на улице или дома. Самое оптимальное звучание – когда регуляторы частот стоят на середине. Когда низание залазит наверха и средние. Если вы любитель прям жутких басов, то можно в любой момент навалить – мало не покажется. Я за нейтральное, чистое и правдивое звучание. С правильным подходом Tafton это легко делает. Кстати, в колонке предусмотрели защиту от брызг. Смело можно брать акустику к воде и устраивать пляжную вечеринку. За дизайном с отголосками рок-музыки скрывается защита от нежелательных повреждений при транспортировке. В иностранных изданиях часто подчеркивают, что колонки Marshall – это идеальный вариант для репетиций во время турне. Речь идет о музыкантах во время гастролей. Все это, конечно, прикольно. Я считаю, что не стоит ограничиваться только рок-н-роллом. Колонка будет незаменима для музыкантов и слушателей любого жанра. Колонки собраны таким образом, что даже при ударах специальные вставки на углах, металлическая сетка спасут корпус и динамики от повреждений. Регуляторы звука также неспроста спрятаны в углублении. Это также защищает их от ударов и повреждений. Там же LED-индикатор уровня батареи на 10 делений. Очень информативно, наглядно, понятно, сколько времени еще будет играть колонка. Перед транспортировкой обратите внимание на вес 4,5 кг. Каждая из колонок прямо из коробки идет полностью заряженным аккумулятором. Производитель указывает 2,5 часа для полной подзарядки. На самом деле, для полного заряда батареи времени нужно даже немножко меньше. По крайней мере, у меня было именно так. Теперь самое интересное. Полный заряд встроенной батареи каждой из маршалов, по словам производителя, это 20 часов без прерывной музыки. Например, Tafton после 20-минутной подзарядки сможет воспроизводить музыку еще 4 часа. Этого вполне хватит, чтобы хорошо провести время на вечеринке, на природе или устроить полноценную репетицию. Marshall Kilburn 2. Колонка среднего размера в рамках трех подопечных. Тем не менее, в сравнении с первым поколением Kilburn здесь прибавилось 11 ватт и в общем стало 36 ватт мощности. При этом колонка скинула в весе полкило. Последние исследования показали ее вес 2,5 кг. Это делает колонку самой громкой в своем классе. В основу звучания второго Kilburn легла идея стереофонического звука. Над акустикой работал именитый британский инженер звука. Звучание колонки становится заметно многонаправленным и насыщенным. Marshall Kilburn 2 погружает слушателя в музыку с эффектом присутствия как дома, так и на улице. Может похвастаться чистым среднечастотным глубоким басом и яркими высокими. Защита от брызг позволяет устраивать вечеринки рядом с водой, а также не бояться слушать музыку под дождем. На верхней панели по классике аналоговые регуляторы громкости, регулировка баса и высоких. И светодиодный индикатор заряда батареи. Stockwell 2. Компактная портативная колонка, созданная для жизни в дороге. Вес всего 1,38 кг. Именно ее я первый распаковал и начал свое знакомство и тест. Портативная при этом хорошо себя показывает дома. Утром на кухне пьем кофе, звук на колонку. Пробежались по ютюбу, днем музыка, вечером фильм. Слушая с телефона, самая оптимальная для меня громкость это 60%. Второй Stockwell также наделили объемным звучанием на 360 градусов. То есть звук воспроизводится с обоих сторон. При этом рейтинг водонепроницаемости на 2 шага выше и защищает от брызг со всех сторон. Если не слушать более дорогие крупные Tafton и Kilburn 2, этой колонки мне бы хватило. Даже просто используя дома. Объемный звук, отчетливые низкие частоты. Вступая в дело, кодек A5TX не обжимает музыку в качестве, создавая заметную детальность при прослушивании. Мне бы ее вполне хватило для своих целей, ведь по списку она у меня была первая. Все три колонки поддерживают аудиокодек A5TX. Так что смело можно слушать музыку нежатых форматов, без потери качества, в беспроводном режиме. Само собой доступно проводное подключение на случай, если запускаете музыку с плеера, в котором нет Bluetooth. Колонки с одной стороны называются портативными, с другой они идеально впишутся в интерьер. В чем-то даже дополнят и приукрасят его своим дизайном. Колонки Marshall это всегда черты гитарных комбиков и усилителей. Аналоговые регуляторы громкости и частот тоже сюда относятся. Защитная сетка на лицевой стороне очень напоминает металлическую сетку микрофонов. Ручка для транспортировки колонок это гитарный ремень. Часто стоимость товара относят именно к недостаткам. Считать чужие деньги дело неблагодарное. Кто-то назовет цену Marshall'ов высокой, а для кого-то это будет вполне адекватный ценник. Смотрите цену в описании. Оставляйте свое мнение в комментариях. Нам колонки понравились. А вас приглашаем на прослушивание в наши аудиосалоны SoundMac в Киеве и Днепре. Смотрите цену в описании. Смотрите цену в описании и оставляйте свои комментарии. Нам колонки понравились. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!